Ну что, друзья, всем огромный привет, ну и как вы, я думаю, уже успели понять, сегодня мы с вами опять же немножко поиграем на моём, получается, основном аккаунте. И также, друзья, я благополучно понял то, что вам ролик по вот этому деке вчерашней, где мы играли на большом испытании, сделали 3-0, очень даже зашёл. Кстати, многие писали в комментариях то, что этой же колодой играл холдик. Честно, ребята, кладя руку на сердце, я про это не знал, но в любом случае, окей, пускай будет так. Так, я правда нашёл её у зарубежного челика, так что, да, такие дела, у кого первого нашёл, этого ссылочку и приложил. Короче, друзья мои, собственно, можно было бы продолжить сегодня играть на большом испытании, но я думаю, так прям будет не особо интересно. Поэтому я предлагаю взять нашу старую добрую колоду с гигантом громом ночной ведьмы, ну и всем вот этим вот добром, и отправиться в глобал, поднять себе немножко трофеев. Потому что, ёлки-палки, как вы сами видите, уже прошло довольно большое количество времени после того, как начался новый сезон, а кубки чё-то как-то я не особо-то и поднял. Большое спасибо куче элитных варваров в глобале 13-го левела, которые просто берут и рашат максимально неожиданно, и я теряю вышку, а там уже вся катка идёт по наклону. Ну ладно, не будем, ребята, грустным. Короче, сегодня глобал, друзья мои, глянем, что из этого дела у нас с вами получится. И в магазине, в магазине нас, кстати, встречает два палача, колдуны, слушайте, а магазин-то неплохой, вот это вот дело и закупить, я думаю, не грех, поэтому давайте всё вот это вот добро покупаем, естественно, всё кроме мега-миньона, потому что за 20 мега-мух, 100 гемасов, такое, такое себе удовольствие крайне сомнительное, поэтому, ребята, так мы с вами не делаем. В квестах у нас тут чё такое, победи в боях 2 на 2 5 раз, 2 на 2 не играя, поэтому меняем, сыграйте картами, использующие не балын. Не меньше 6 капель эликсира. Ни одной такой карты у меня здесь нет, а вот в колоде, в которой мы играли, есть, и она одна, это с парки. Блин, будет тяжеловато, но окей, ребята, пускай этот квест у нас висит, как бы, я думаю, ничего страшного. Ну и, в принципе, предлагаю, ребята, также благополучно кинуть запрос, пожертвовать кабана, и, собственно, уже всё, ребята, хватит терять время, ставлю сундук на открытие и отправляюсь в наш с вами первый бой. Посмотрим, друзья, что сегодня у нас с вами получится. Очень надеюсь на то, что мы просто-напросто в итоге, конечно, к концу выпуска вообще не уйдём в минус покупкам, потому что и такое. Может быть, так как чё-то как-то, если... Извиняюсь. Чё-то, ребята, как-то в последнее время тяжеловато. Я не знаю, с чем это связано. Я, правда, не знаю, из-за чего так, но мне действительно стало в последнее время... Ёлки-ты-палки. Десятый гигант и ещё ничего, казалось бы, но вот одиннадцатый колдун, друзья... Серьёзно. Ёлы-палы, друзья мои, друзья. Чё-то, признаться, откровенно, можно сказать одно. Да, это жёстко. Слушайте, а урона-то залетела. Я манировал. Друзья, я сейчас дико надеюсь на этот контр... Контр-пуш. Хотел сказать я, но чё-то как-то это... Я так понимаю, эта каточка, как говорится, сливная. Что называется первым блинкомом, да? Потому что я так чекаю. Одиннадцатый колдун, одиннадцатая печь, тринадцатые комонки, четвёртые леги. Замечательно, офигенно, друзья. Просто зашибок. Слушайте, я, если честно, ну, так вот, знаете, поглядываю на вот то, как протекает каточка. И чё-то мне вот прям вообще не нравится, как она началась. Да уж, ребята, прокачка, типа, реально, жёсткая. Правда, бешеная. Самое главное, надо будет посмотреть на то, какой у него там рекорд. И я уже играю и спирился с тем, что, скорее всего, ребят, данный бой мы проиграем. Но самое главное, не опускать раньше времени руки. Про это все абсолютно сто процентов прекрасно знают. Поэтому, ребята, мы не сдаёмся. Естественно, ни в коем случае. Да, нам сейчас, возможно, накидают люлей. Да, нам сейчас, возможно, просто-напросто... Кхе-хе-хе, на изи. Охренеть. Орда миньонов тоже 13-го левела. Круто, круто, чувак живёт, сказать нечего. Возможно, ребята, нам сейчас просто поломают лицо, поломают, собственно, ноги, руки. Скажут мне, братишка, а тут, как говорится, 11-е рарки решают, а не твои 10-е и 9-е. И всё, короче говоря, одним словом, будет, правда, печально. Но, по крайней мере, чисто для себя, вот, совпадение, не думаю, то, что у этого девулика тоже оказались элитки. Вот, если честно, я почему-то, ну, вообще не удивлён. Ну, вообще, ребята, абсолютно, как бы, я уже настолько привык к этой дичи, что просто не хватает слов. Вот, абсолютно не удивлён. Я не знаю, почему такая тема, но я, как бы, это уже как должное воспринимаю, а это, если честно, как бы, ну, не особо круто охренеть, ребята. Всего лишь три тычки требуется, чтобы зафигачить нашего с вами просто-напросто охренеть. Еле живой дровосек выживает, прибегает и навешивает кучу лилей. Три тычки, ребята, для того, чтобы убить нашего грома, который в два раза слабее, чем его дровосек. Это, конечно, обалдеть. В общем, друзья, как вы все прекрасно понимаете, слив, дарова, тут, собственно, другого ожидать не стоило, потому что прокачка дикая. Прокачка, правда, дикая. У меня нет ни одной 13-й обычной карты, ни одной 11-й рарки и в помине даже нет ни одной 4-й леги. Собственно, как мы с вами видим, ребята, абсолютно все обычные карты, их 4 штуки 13-го левела. Напомню, у меня ни одной, абсолютно, вот вообще ни одной, не вру. Дальше, 4-ая лего. Чтобы насобирать на третьего шахтера, я потел очень много, очень много, очень-очень много. И в итоге, ребята, челик с такой прокачкой сделал 8 тысяч побед и максимум 4 643 кубка. Судить это много или мало, я думаю, мы не будем. Просто как должное, так сказать, вас поймем. И пойдем уже во второй бой, в котором... В котором, я надеюсь, все пройдет просто получше. Я не буду кидать свои какими-то прям громкими словами. Сейчас там от камбэчим на изи, порвем все дела. Я просто надеюсь на то, что все пройдет получше. Так, братишечка, а ты, ты как, это, ну, как говорится, где? Ага, вот, вот и братишечка нарисовался. Правда, у братишечки уже нет вышки. Слушай, чувак, не, ну, хорош, красава. Вовремя, вовремя прогрузился, молочага. Так, ребятухи. Нам сейчас, что называется, самое главное, просто не ударить лицом в грязь. Нужно. Ух ты, ух ты, вы поглядите, какой опасный-то молодой человек-то. Человек-то молодой оказался вообще таким, ну, на самом деле, нифиговым товарищем. Почти взял и с одного захода забрал у нас вышку. Это вам не хухры-мухры так-то. Ладно, ребята, накидываю тогда летучих мышей. Я даже не знаю, как бы нам сейчас поступить-то так, интересно. Давайте, наверное, знаете, ребят, что сделаю? Ага, стрелы мы от него ловим. Окей, ушки, я понял. Накинем, друзья, еще одного гиганта. Если вдруг что, то разряд. Друзья, вы думали то, что я прикалываюсь, когда говорю о том, что что-то правда в последнее время как-то в глобале много элитных варваров? Вы правда думали, что я рофлю? Да нет. Я вообще не рофлю. Я как бы ни разу, абсолютно. Типа, не, ну, многие скажут совпадение. Я отвечу не думаю. Я реально скажу, да что-то не похоже на совпадение. Мы только зашли в глобал, а нас уже сразу же гопуют элитки. Друзья, может, я что-то не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, точно ли не апали в последнем обновлении элитных варваров? Откуда просто играл я предыдущий сезон? Сезон еще до этого, то есть предыдущий. Ну, не было такой дичи. Ну, серьезно, я вам говорю, ну, не было такого. Того, что происходит сейчас в глобале, этого не было. Какое-то прям, ну, серьезно, какое-то просто нашествие этих, елки-палки, элитных варваров. Как это объяснить? Из-за чего это? Почему это? Я не могу. Друзья, это, как говорится, ну, реально не ко мне. Я здесь вам не помощник, что называется. Это, ну, это капец. Давайте, ребят, прозапаем, чтобы забрать ночную, чтобы забрать мышей, чтобы, короче, всю эту билиберду, одним словом, завалить. Слева получим, ребят, урона. Это, к сожалению, вообще не обсуждается. К моему большому сожалению, да, ребят, так оно и есть. Гром, братик, выручай, пожалуйста, гром. Ну, кстати, неплохо. Могло быть просто в разы хуже, поэтому нам еще, как говорится, ну, повезло. Мы еще легко отделались, поэтому нормально. Вроде более-менее прошло неплохо. Ну, и если подвести итоги, то, в принципе, ребята, как вы сами видите, пока по нанесенному урону в общей сложности по левой, по правой вышке мы лидируем. То есть это круто, это классно. Тут добавить нечего. Так, ребята, меня пока, ну, пока вот эта вот тема вся благополучно радует, так, просто пользуемся моментом. Слушайте, надо, наверное, было левую вышку пушить. Ну, ладно. Я дебил, мне, как говорится, простительно такой косяк. Срочно, ребята, прозапаем этот. Найс! Просто мышки, умнички. Мышки просто, что называется, взяли и растащили. Вот так вот это и делается. Красота. Так, ребятухи, смотрите, что мы делаем сейчас. Погнал, ночная ведьма. Жалко то, что теряем гигант, но, опять же, ребята, поделать с этим было, увы и ах, нечего. Тут мы не будем кидать грома, как я и хотел. Тут мы, ребята, сделаем именно вот таким вот образом. И вот только сейчас я буду стелить громоверство. Смотрите, раз, два, три. Так, найс, отлично. Забрали все это добро гром. Гром, братишечка, выжил, хорошо. Но есть одно но, ребята. Но есть одно но. Да, это странно звучит, но я думаю, неважно. Мы все равно потеряли тавр. К нашему огромному сожалению, ребята, вышка все равно улетела благополучно в помойку. Ну ладно. Опача, братик. Ля. А шо такие? А нечем дэм? Вот дивулик. Смотри. А вот так вот изи минус мышки. А вот так вот уже изи минус вышка. Слушай, братик. Ну, ем. Ну, вот как же так? Вот взял и все благополучно. Короче, взял и все благополучно проиграл. Вот просто за секунды какие-то буквально считанные. Не, ну хорош, хорош, бро. Вообще красава. Респектую. Респектуха тебе, бро. Так, давайте, ребята, прозапаем. Тихо. Нам самое главное, вышку не забери. Спасибо огромное заранее. Так, ребят. Ну, я думаю, это пора, в принципе, добирать его центр. А что вот вы на этом мне скажете? Что вы, друзья дорогие, скажете мне на это? Вы понимаете то, что в его колоде элитки максимально абсурдно смотрелись? Ну, их вот вообще никакого смысла не было брать. Голем, ночная ведьма. Зачем там элитки? Зачем? Но он их взял. Друзья, я не знаю. Я, может, правда пропустил? Может, их улучшили как-то? Может, их, может, их правда апнули? Я, я не понимаю. Я, я, наверное, реально что-то в этой жизни не понимаю. Друзья, ну не бывает таких совпадений. Вот, пожалуйста, давайте я вам покажу бои. Я до этого иглал, и иглал, господи. Чего у меня сегодня за заговорки такие дурацкие? Я и до этого катал глобал. Вот. Элитки. Так, сейчас найду. Коргик. Элитки. Элитки. Сейчас. Найду, найду, найду. Были, были, были. Миллион процентов. А, это уже, это уже, а, это уже испытание идет. Короче, до испытания тоже были элитки. Их стало, правда, как-то много. Друзья, я не знаю, такая же ли у вас ситуация сейчас на ваших аренах. То есть, если есть ребята, которые сидят, допустим, не в сезоне, господи, в каком сезоне, не в лиге, а в арене, не в, а на арене, то обязательно отпишите в комментариях, есть ли у вас такая проблема, и те, кто тоже сидят повыше, такая же тема, ребята. Если отпишите, буду, правда, признателен, но это странно. Это, черт подери, странно. То, что сейчас творится в глобале, я не могу это объяснить. Это просто какой-то, правда, апокалипсис. Элитки штурмуют рояль. Элитки захватывают эту игру, и мне это, черт подери, не нравится. Если так и будет дальше продолжаться, будем объявлять бойкот, будем стоять ночь, будем, как говорится, поднимать митинги. Здесь говорят правду. Спасибо за просмотр, всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорых новых встреч. Пока.